ребят приветствую вас на моем канале и смотрите столкнулся с такой проблемой свое время я значит записываю постоянное видео на youtube заливаю до записываю формате мкв вот в контейнере мкв и если честно пересмотрел таких вот подобных статей как это 15 программ для соединения видео в одно бла 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 вот и искал себе идеальный вариант каким можно пользоваться для склейки видео раньше я в принципе склеивал программой avidmix мне нравится эта программа много кому рекомендую всем рекомендую хорошая программа абсолютно хорошо склеивает единственная ее проблема это то что она почему-то очень долго то нет не единственная на самом деле минуса у нее крайне много это во первых банально нету списка то есть я сюда забрасываю видео я не понимаю вообще что и туда забрасываю я вот хочу для примера показать смотрите есть у меня значит видео я он недавно играл в космических инженеров вот я записал кучу видео в мкв формате и вот допустим видео которое весит но их 23 по факту это видео на 20 минут короче у меня не самое лучшее качество я снимаю меня комната сильно большое качество не тянет вот и когда я перетаскиваю файл сюда то идет какое-то время вот примерно секунд 20 наверно уйдет точно на то чтобы добавить это видео ну может меньше и я не буду стекать по времени смотрите видео будет скорее всего длинноватая то что я сейчас снимаю но это все потому что я как бы все делаю в реал тайме вот и как видите загрузилась но дело в том что у меня есть видео как коротенькие так и вот допустим видео которое весит 8 гигабайт допустим она длится всего лишь два часа вот ну то есть тут если поискать у меня есть видео но 22 нет это маловато 8 гигабайт видео длится полтора часа но опять же таки фигня все зависит конечно от игры еще потому что здесь у меня есть и стратежки вот 10 гигабайт смотрите поиграли два с половиной часа вот поиграли в по стратеже или грубо говоря и поверьте мне когда такое видео сбрасывать сюда то это уже будет ну по времени нифига не быстро более того на данный момент видите окно даже не активно я не могу его шевелить и более того я даже по моему сюда не могу они могу еще видео забрасывать но опять же таки я в этой программе не совсем уверен как она сортирует видео допустим я сейчас кину сюда маленькое видео какое видео будет впервые это или это но давайте закинем вот у нас идет одновременно две забрасывания и мне кажется что это бы закончится быстрее да она закончилась быстрее в каком она порядке будет здесь здесь есть предпросмотрщик то есть можно смотреть можно даже делать разрезы на ходу это очень замечательно очень удобно но скажем так я режу видео крайне редко вот то есть avidomix очень хорошая программа она все делает правильно все делает верно она именно склеивает короче я наверное немножко отлегся но придите внимание как долго она добавляет 10 гиговое видео просто капец и мне приходится ждать у меня бывает такое что я соединяю под 40 гигабайт одновременно и допустим сегодня я хочу соединить 40 гигабайт может даже больше в одно видео но я не хочу ждать и это еще не идет склейка это только я файл сюда добавляю ладно давайте самого простого почему мкв почему мкв они mp4 смотрите есть я записываю сейчас видео на стрим дек стоп стрим лапс дек стоп это от обе с но вот у меня допустим есть обе с я ее запущу я ее запущу и смотрите значит здесь у нас по-моему это я давно уже не записывал им поэтому точно сказать не могу надеюсь вам там что-то более-менее понятно вот я здесь даже чуть с меньшим битрейтом записываю чем сейчас записываю вот смотрите мкв если я ставлю mp4 конверт и то внимание записи сохраненные в mp4 и мов будут не читать емые если не будет она не завершены короче например результате потери ну если честно я вам скажу я перехерил просто массу видяшек которые блин прикиньте вы записываете файл 3 часа играете допустим да какой нибудь мморпг шку там длинную или знаете там типа цивилизация либо там мы какой-нибудь стелларис то есть это игры которые вы обычно играете от x3 например x3 бёрс это игры которые вы обычно играете не один час а 10 20 часов 30 часов вы играете вот и представьте ситуацию вы играете в игру и у вас тухнет свет и такой зашибись заходите а у вас вместо такой видяшки битый файл который не запускается не ремонтируется поверьте мне я их пытался ремонтировать иногда получается но крайне редко это вообще такая дичь и дикая то есть ну нереально просто вот есть есть программы которые типа ремонтируют эти видео тоже не всегда ремонтируют если честно я скажу вам из наверно 10-15 битых моих файлов я смог отремонтировать одно или два все все больше я ни одного не отремонтировал почему еще бывают битые файлы внезапно заканчивается место такое тоже бывает у меня диск не бесконечный у у меня в принципе диск вот я сейчас прямо на него записываю у меня свободно 60 гигабайт но сейчас хорошо в принципе место свободное есть но скажем так бывает место заканчивается вот поэтому я записываю в мкв потому что мкв формат очень-очень-очень так о все за сохранилась очень-очень не убиваемый скажем так он если у вас не дай бог закончилось место или выключился свет или бывает такое просто а у без завис либо бывает такое что вы в программу захватываете поняли и это программа с ну старая допустим не программа старая игра она нельзя ее записать допустим через рабочий стол ее можно только захватить такое бывает у меня и были такие игры и эта программа начинает глючить и она критует и у вас выдает ошибка на записи файла и все и файл опять вы не можете восстановить поверьте мне я свое время рыдал нахрен когда проходил готику по-моему я проходил по херил часов наверно четыре блин просто я четыре часа сидел играл выходные записывал готику и бабах блин четыре часа я похерил ну благо готику можно переиграть я уже с этим давным-давно сталкивался с этими поломками видео и я просто перед каждый разом когда я записывать сажусь я сохраняюсь а потом просто начинаю с того самого момента но четыре часа уже вообще не помнишь что ты делал вообще не помнишь куда ты ходил что ты собирал где ты был ну это жесть а если мморпг там вообще-то не сохранишься как бы то есть если ты похерил видео то ты похерил его навсегда вот а бывает очень это обидно поэтому я записываю в мкв формате вот раньше 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 так чем я все слетело раньше так 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 раньше я записывал mp4 и поэтому пользовался вот такой замечательной программой они немножко позже так вот смотрите я записывал сохранить записался до файлы во первых это долго я не уверен что если я возьму так вот выделю все необходимые файлы которые мне нужны да допустим там через там control там вот так вот вот так вот я не уверен что если я их сюда все сброшу то они сбросятся в правильном порядке скажем так 40 гигабайт видео это примерно у меня получается 10 часов видео вот 10 часов видяшка допустим скажите кто-то блин кто нахрен смотрит твои 10 часов видео ну никто не смотрит я иногда пересматриваю а иногда людям интересно вот они включают ее там на ночь там чтобы или как включает как на фоне как стримчик знаете и сами играют другую группу допустим вот такое бывает просто я сразу скажу у некоторых стримы бывает и больше длиной так вот да здесь я могу спокойно вот так вот полистать 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 и даже вот видно что после одной игры у меня началась собственно другая и должна закончиться третья то есть вроде бы как порядок соблюдается нет или да ну да вроде бы порядок соблюдается то есть вроде бы как оно сохранилось в правильной последовательности вот ну почему разработчик банально не поставил списочек банально не поставил списочек чтобы было четко видно где вообще тут какие файлы да у него из плюсов видно что это все вместе 3 часа длится в принципе это из плюсов очень замечательное все я вижу три часа что длится игру видео и я могу как-то ориентироваться хотя я у себя здесь ориентируюсь не по часам а по мегабайтам вот допустим вот три почти три гигабайта вот сколько здесь часов я понятия не имею это надо на каждое навести видео и посмотреть сколько это часов и опять же таки нужно суммировать опять же таки я через avidmix соединял видео и что есть соединение что это такое склещики что это такое я вам скажу что так я не вижу что я там записываю я вам скажу что это большущая очень полезная штука во первых почему склещик почему не редактор склещик склеивает буквально за минуты вот и маленькие видео буквально за секунды склеивает вот более того склещик абсолютно не перекодируют и не переконвектируют видео то есть они как были в каком формате таком и оставились он просто берет начало одного склеивать с концом второго все вот при этом результаты результаты то есть конечные видео конечное видео по мегабайтам весит столько же сколько исходники суммарно так поняли я сейчас все объясню вот то есть мы берем значит avidmix я закрою файл закрою файл и накидаю сюда маленьких файликов блин чтоб ты маленьких файликов у меня нет ну давайте о вот два два файлика маленьких я вот их беру сюда два штуки скидываю жду вот этот мне больше всего напрягает что я жду что то сейчас происходит первый файл загрузился второй файл грузится что я жду я хрен его что я жду но файлы маленькие загрузилась довольно таки быстро сохраняю и я сейчас сохраню на диск д себе назову файл в принципе единичка неважно вот у меня стоит высокий приоритет обратите внимание как быстро склеивается буквально полтора гигабайта файлов я буду все показывать в реал времени не буду вырезать ничего все сохранено открою папочку открою собственно то куда я сохранил и у меня получилось 1 из 49 гигабайта сумма двух предыдущих файлов 1 из 49 вот если я открою вот то видео ну давайте я звук только выключу видео собственно весит столько сколько нужно и оно будет воспроизводиться все все как надо и суммарно 21 минута выходит вот ну понятное дело 21 минута это потому что у нас собственно здесь сколько 8 ну 9 минут и здесь 12 ну да где-то 21 минута и выходит суммарно вот довольно таки быстро склеивает мкв значит раньше ну опять лишь таки я не вижу списка здесь такой тупизм ну благо можно мышкой перетаскивать ну вообще и во первых не вижу списка потому что я не вижу порядка какое видео за каким идет у меня четко по времени а вдруг у меня сортировка здесь другая стоит тут же можно по моему пересортировать как то по другому ну я не знаю тут можно через список и список пересортировать и у меня будет не по дате а по размеру или еще как то я не знаю в каком порядке как оно его сюда добавляет скажите ну так просматриваю сколько блин 10 часов просматривать серьезно еще бывают моменты я сижу допустим и вот это видео посмотрел ну короче я сейчас объясню короче как происходит допустим я снимаю очень длинное видео какой-то очень скучной игры вот вы скажите блин а чё ты не монтируешь там да не добавляешь превьюшечки хьюшечки блин и всякие там спецэффекты монтажом не занимаешься не вырезаешь вот эти все моменты ну во первых я вам сразу скажу что мне как бы за мои старания на ютубе никто не платит мне с ютуба приходят там какие-то копейки да за рекламу там которую там показывают собственно всем которые все блочат от блоком допустим какие-то там на шаурму в месяц мне приходят грубо говоря но это копейки у меня есть нормальная работа я тратить время не собираюсь на монтаж и я вам скажу я когда-то заморачивался и там делал монтажи там на некоторое видео да по моему я не помню какая игра была то ли какой-то и он вообще то ли типа того я там заморочился там сидел там вырезал лишние моменты подставлял там эффекты там короче все такое в общем превьюшечки дел короче под каждое видео новую превьюшку в зависимости от прогресса в общем видяшки там да там такую музыку подставлял ну все короче четко вот и у меня было просмотров что-то там в районе там 150 допустим за первые два дня допустим вот что за первые два дня я взял просто снял одним дублем просто включил OBS отснял там три часа выключил OBS залил на youtube 200 просмотров за первые два дня зашибись блин какого хрена я трачу свое время если блин всем просрать блин всем абсолютно насрать блин то что я трачу время а денег я от этого не имею блин это не мой заработок поэтому скажем так не хочу но в принципе в принципе если вы пользуетесь клещиком вы можете допустим сделать какую-то свою превьюшку и просто навсего чтобы ее не перекодировать в всяких программах типа а вот кстати тут и есть эти все программы там видео мастер видео монтаж Sony Vegas Pro и Adobe Premiere Pro вот я этими двумя программами частенько пользуюсь вот и они к сожалению не могут склеивать видео как это делает тот же самый как я уже показал Avid MX который склеивает видео каким образом так чтобы исходник ну сумма всех исходников по мегабайтам была равна файлу который получился у нас да результату грубо говоря то есть эти две программы Adobe Premiere и Vegas Pro к сожалению не могут так переделать более того если ты сделаешь с такими же самыми мегабайтам скорее всего будет хуже качество если ты сделаешь без потери качества то скорее всего будет уже висит не 40 гигабайт а 60 гигабайт а то и 80 гигабайт то же самый объем видео зачем это ну блин ну это не нужно это нужно там если нужно а мне это как бы не обязательно я думаю ребят много кому и вам тоже не обязательно то есть вы формально можете создать видяшечку какую нибудь с превьюшкой просто ее вот так вот допустим закидываете сюда да и вставляете уже основное свое видео и у вас получается оно склеивает очень быстро и без потерь качества вот хорошая программа более того у нее тут на самом деле есть еще варианты перекодировки вот может перекодировать в разные форматы если вам это необходимо но я этим всем не пользуюсь у меня везде стоит копи копи короче так вот нет списка тупизм полнейший я не вижу блин файлов вот тупо не вижу файлов которые и я не могу их сортировать еще бывает такое что да я просматриваю файл посмотрел этот файл допустим глянул полистал а блин я к чему все вел я извиняюсь начало видео у меня обычно начинается с того что обычно в самом начале я там типа приветствую со зрителями там типа приветствую бла 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 конец видео и это может быть одно из видео допустим я посмотрел вот это начало видео потому что я тут поприветствовался с ну со зрителями я его сюда перекидываю смотрю следующее видео это перекидывается я смотрю это пролистал на концовку пролистал там как бы просто конец перекидываю этот уже файл посмотрю третий файл в третьем видео я уже в конце говорю ну все типа на этом я заканчиваю спасибо там за просмотр бла 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 я его за последним закидываю у меня получается три файла одна цельная серия я их соединяю в одну кучку вложен в интернет но такое бывает что этих файликов ну очень много ну потому что скажем так я допустим решил снимать далеко не все только самое важное допустим как было у меня в x3 я там прилетел сказал типа я вот тут то 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 сделал и все это мне обошлось 20 секунд грубо говоря там может даже чуть больше минута максимум я сказал а дальше решил ну как бы не снимать потому что ну зачем ну забивать то есть я тоже как бы экономлю и ваше время в том числе пытаясь по крайней мере и бывает я посмотрел и закинул два раза один и тот же файл либо пропустил файл да в итоге когда я их соединю я посверю сумму файлов допустим да смотрю здесь 2 и 93 а в том файле например 2 и 95 почему то больше вот на 2 мегабайта ну или это 20 получается да мегабайт откуда 20 мегабайт вот и я сразу понимаю что скорее всего дубликаты есть просмотреть это все unreal просто тут даже вот на этом списке ну не списке на этой ленте тайм ленте да временном в временной ленте не видно даже где какие файлы как знаете как допустим в том же самом сони вегасе либо адоб премьере там видно вот четко видно где файл заканчивается где начинаются следующие ну вы знаете как выглядит адоб премьер сони вегас про показывать не буду вот кстати а виды микс бесплатная программа в отличие от двух предыдущих что я только что назвал и в общем то в чем проблема блин ну я не знаю где этот файл я не могу его отсюда вытащить удалить чтобы еще раз пересохранить мне придется очищать закрывать файл и заново закидывать файлы заново и я трачу опять же таки свое время это просто жесть вот ну про виды микс я рассказал есть такая замечательная программа mp4 joiner замечательная программа раньше ее активно пользовался здесь есть список блин наконец то это одна из самых последних версий программ и если честно я очень давно ей не пользовался очень давно ей не пользовался а на самом деле тут появились новые фишки во первых во первых теперь действительно можно сюда закидывать файлы мышкой по моему раньше нельзя было вот довольно таки быстро и обратите внимание что здесь в этой программе закидываются файлы ну практически мгновенно чуть чуть подождал я вот давайте еще закину вот эти два файла ну ну секунды три наверное да закидывались файлы вот более того более того здесь я могу ну мышкой перемещать не могу фиг с ним допустим я могу их вот так вот перемещать короче файлы я вообще пушка блин пушка вот я могу перемещать и так вот файлы и я вижу четкий список я четко увижу если здесь будут дубликаты да вот допустим там нечаянно взял два файла закинул вот я четко это увижу либо я увижу если я файл пропустил вот я удалил и я вижу что ага ага вот идет у меня первый файл 0 0 0 6 0 9 0 0 0 6 0 9 потом идет у нас 44 0 3 44 вижу и кстати обратите внимание что не в правильном порядке 0 3 то следующий должен быть правильно по времени у меня видео записаны они с временем то есть вот у нас мы четко видим что у нас дубликаты четко видим что у нас три файла и ну в принципе столько и должно быть да и по времени вот 11 число видите да 11 число но этот записан 22 числа этот 22 часа это 21 то есть вот этот файл должен быть выше и я могу в принципе вот так вот регулировать четко все видно и понятно вот все зашибенно в этой программе кроме кроме одного но OBS видео сохранить не удалось почему не удалось а потому что не mp4 эта программа работает только с mp4 только с mp4 тот формат который собственно я забраковал сразу почему программа хорошая но я не буду переводить свой контейнер mkw в mp4 только потому что эта программа не работает в mp4 чего не работает в mp4 потому что столько я этих mp4 пересрал лучше я буду страдать и долго склеивать чем блин вот этот фини вот я заходил на сайт этой программы mp4 joiner вот у нас написано mp4 joiner я зашел собственно в новости и зашел в avidemix вот тоже в новости еще есть старенькая программа virtual dup вот скажем так я и никогда не пользовался вернее когда-то давным-давно мне все вот старики ее знают эту программу старики собственно там лет которыми не знаю блин 35-40 блин они ею шарят в эту программу они ею пользуются вот написано на сиплюсе на ассемблере то ни хера себе но опять же таки формат по умолчанию нету mkw работа с другими форматами тоже мкв нету с помощью плагинов то есть мне эта программа не подходит но все ее рекомендуют хотя я не понимаю за что скажем так я видел как выглядит эта программа когда ее скачаешь у меня ее нету я ее не качал специально как бы для этого видео но я скажу что когда посмотреть на ее картинке как она выглядит то она выглядит как страшный триндец какой-то просто как какой-то капец вот она старая прям капец очень старая ну ладно в принципе не будем о грустном есть еще такая вот программа бандикуб я немножко пользовался тут вроде бы как и списочек есть вот вроде бы как и плеер есть она очень хорошая очень удобная программа мне понравилась она но за одним малым исключением она платная ее надо купить скажем так я пробовал найти взломанную я не нашел видимо она не настолько популярная чтобы ее взламывать потому что есть аналоги а вообще программа хорошая как я уже сказал из этих вот всех программ которые вы найдете в топ там 15-20-35 не важно программ для склейки видео почему-то опять лишь таки туда вставляют Vegas и Premiere Pro я не скажу по поводу видеомонтаж и видеомастер я ими особо не пользовался но эти программы не подходят тут есть AvidMix и есть MP4 Tools в принципе это нормально есть еще разные программы которые там встречаются но я вам скажу что они на самом деле либо тоже какие-то платные либо программы которые нифига не склеивают я вот лично всем рекомендую все таки AvidMix хорошая программа вот хорошая программа ну да функционалус дизайн устаревший это нормальный дизайн господи отсутствие локализации на русский язык в смысле где она есть локализация на русский язык в чем проблема наверное старая информация вот и вот MP4 Tools раньше он кстати да это старая информация раньше вот так он выглядел сейчас он выглядит хотя бы более менее адекватно конвертер ни хрена конвертер не является склещиком у меня была эта программа я раньше ее частенько конвертил она не склеивает это брехня я очень много их перепробовал поверьте мне я искал идеальную программу для себя я ее не нашел вот Avidomix и все вот и так как я склеиваю очень большие объемы и очень часто раза 3 в неделю а то и бывало каждый день я склеивал видео частенько бывает такое что я прям реально каждый день склеиваю видео очень часто бывает вот и скажем так в этом плане мне Avidomix очень сильно ну блин раздражает вот благо есть возможность перепроверки сам себя да как я уже сказал если закинуть сюда файлы в конце то в итоге ты можешь их как бы посмотреть 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 скажем так суммарно сколько файлов ну мегабайт ну я уже объяснял и перепроверить себя если отличается то значит нужно будет перебрать еще раз хер с ним блин ну если не отличается ну скажем так я для надежности перетягивал по одному файлу ну мне так надежнее я по одному файлу сюда перекидываю и поверьте ты сидишь каждый файл от 20 секунд до минуты ждешь блин это ну не приемлемо уже как бы в 2023 году блин вот поэтому я сел и начал изучать язык программирования вот я буквально решил ну я просто так решил его там не просто так а для дела изучать язык программирования и как раз думаю на чем бы мне поизучать язык программирования и я написал себе вот такую вот замечательную программку вот пока она без названия назвал ее сплиттер вот и она в принципе что это за программа я врать не буду это гуи для ffmpeg кстати ffmpeg кто не знает что такое сейчас я примерно покажу ff mpeg вот вот такая вот программулинка есть сайт где ее можно скачать вот скачать вот можно да и и здесь для виндовса можно скачать вот для линукса для этого документации полно здесь вот она у меня тут автоматически переводится но в принципе я сейчас уберу переводчик и она понятное дело что она вся на на инглише тут по моему есть еще помимо помимо как у меня тут есть еще там там есть еще там какой-то что типа того короче тоже хорошая штука короче это склеющих что-то типа ну того же самого virtual дупа очень древний по-моему тоже и он склеивает в любые форматы в любые форматы, все работает идеально, все классно но блин, восточка в том что он работает в командной строке и нужно создавать файл настроек, вручную его прописывать вручную его заполнять вот, ну короче вы заколебаетесь вот, никто не будет этим заниматься, но вообще штука хорошая на самом деле вот, тоже бесплатная вся фигня вот, и ну к сожалению тут нигде не написано как короче, кому интересно, посмотрите лучше в ютубе видяшки про нее вот, почему ее здесь нету ну по той же самой причине это не для людей вот, это для технарей вот, скажем так и этот вот у меня просто гуи для ffmpeg то есть я просто прицепил к ней кнопочки скажите что-то ты какой-то хрень делаешь я вам тебе скажу сразу о чем я не зря открыл в mpg4 tools открыл файл что изменилось что изменилось обновился ffmpeg до версии 4.1.1 обновился ffmpeg до 4.0.2 ну то есть этот чувак юзает ffmpeg скажите avidamix avidamix хорошо avidamix avidamix бла-бла-бла-бла связанные библиотеки ffmpeg обновлены до версии 4.4.2 и так везде скажите наверное это ничего не значит но это верно это все-таки что-то значит я сейчас примерно объясню я блин сохранял ну блин к сожалению комп выключал я поэтому вот есть сплиттер есть джойнер вот нас интересует джойнер расположение файла и обратите внимание что здесь есть файл ffmpeg exe ffmpeg exe он правда тут почему-то странно весит мало всего лишь 395 килобайт на самом деле он весит намного больше вот кстати тут даже написано как преобразовывать видео аудио пишешь ffmpeg бла-бла-бла вход выход ну да вот как раз таки вот так он и конвертит ну в принципе да то есть в принципе все программы это гуи визуалка для ffmpeg и моя в том числе как бы ну так как я ее делал для себя поэтому как бы ну вот как-то так в чем преимущество моей замечательной программы блин это просто блаженство это благо просто я не знаю берем файлы в любом количестве он на 46 гигабайт мгновенно вот просто мгновенно заполняется сюда просто мгновенно никаких там 3 секундочки не каких-то там 2 минуты как в некоторых да как у avidmix мгновенно создается списочек создается списочек в котором четко видно даты 20 часов 21 22 следующий день 21 19 21 ну то есть видно да и по времени все четко если вдруг что-то нужно поменять вот есть у меня up 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 down 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 если увидел дупликаты delete четко clean вот надо записать 3 файлика bdh все мгновенно скажите да ни хера оно там не работает 3 гигабайта да 2 93 правильно вот прямо сейчас в реал времени открывают эту вторую папочку нажимаю вот кстати он сразу обозначил ну тут у меня по умолчанию стоит просто моя папочка так как я ей пользуюсь но вообще тут есть dir и ты можешь как бы куда хочешь сохранять вот у меня games и допустим я хочу в папку world of warcraft мало ли выбор папки вот она хоп и прописала но у меня понятное дело я другую папку использую вот эту вот на d и название файла он берет с первого файла старт программа сейчас немножко подвиснет но на самом деле все нормально это так и должно быть я еще пока не додел программу я делаю для себя на самом деле вы не видите но у меня сейчас там в командной строке кое-что прописывается это находится так как у меня она не закомпилирована еще вот и он у меня все все 3 ой 2 93 сколько было исходников 2 93 все 3 гигабайта скомпилировано вот вы скажете что там тебе писалось я сейчас примерно покажу что писалось вот код и он мне там писал типа бла-бла-бла ну как понятное дело вот файлы которые я собирал вот они не списочек и вот fmpeg бла-бла-бла всю информацию мне выскочила матроска написал скажите что это за матроска я сейчас расскажу что это за матроска я не знаю что это за матроска но какая-то матроска вот и вот куда записать видео как файл будет называться ну собственно это все есть это все логи как бы да я их потом куда-нибудь выведу вот но они мне не нужны вот и собственно происходит какой-то этап и все завершилось как бы об этом не говорится но по-моему тут где-то должно было написать что типа вот конечное видео вот и конечное время 41.18.59 сейчас проверим 41.18 ну секунды не показывает да и также показывает размер да ну размер здесь немножко отличается потому что ну так так работают как бы мегабайт там свои разные диски по-разному их пережимают и так далее и имеются разного размера короче это не важно вот информация выводится примерно та же самая как и выводится у avidmix так что это за матроска такая а я сейчас еще раз покажу вот когда записываешь файл запихиваешь вот пишется слово матроска видели тут написано было что это означает я хз давайте еще какой-нибудь файл побольше матроска мне все время было интересно что за матроска ну а фишка в том что это все связано как раз таки с ffmpeg так вот 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 да я написал это на питоне знаю скажете ну питон же очень медленный скорее всего он будет ну такой тормознутый капец просто ну так блин это гуи на питоне тормозов здесь быть не может сама программа ffmpeg написана я не знаю на чем может на c плюс кто там знает вообще вот можно погуглить на чем написано ffmpeg так вот засекаем время где там у меня таймер засекаем время я хочу примерно плюс-минус 40 гигабайт скомпилировать ой соединить в одну кучку и мне интересно просто сколько времени это займет я допустим сразу отмерю сколько мне нужно файлов вот этот это не эта игра вот 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 21 гигабайт 24 гигабайта тут есть просто маленькие файлики есть большие я хочу вот именно 40 гигабайт это другая игра вот уже много вот 43 гигабайта пускай будет 43 гигабайта вот значит сохранять будем куда на диск на другой диск D этот файл я сейчас удалю упирается здесь вся скорость именно в уже в так здесь нажимаем clean у меня тут есть еще кнопочки play stop они пока не работают я хотел сделать плеер но скажем так я вам скажу мне он не нужен плеер я всегда смотрю файлы перед тем как их забрасывать сюда просматриваю их непосредственно ну в папочке вот я посмотрел я как уже говорил прослушал что я там говорю вот если там какой-то логический конец видео то есть говорю ли я там типа спасибо там за просмотр там всем пока короче либо я наоборот приветствуюсь то есть я всегда их все равно просматриваю мне незачем их просматривать здесь но я могу сделать потом плеер чтобы я мог каждое видео в отдельности просматривать я его уже делал но мне он не понравился скажем так вот мне он не понравился и поэтому я его убрал вот я в эту программу еще добавлю скорее всего реквизиты вот свои ну там если я захочу с кем-то поделиться программой допустим в интернете возможно под этим видео скорее всего я выложу ссылочку на скачку этой программы потому что возможно возможно кто-то такой же как я кто перерыл пол интернета не нашел нормальной адекватной программы блин которая работает довольно-таки быстро вот и он тоже работает в частности с МКВ я скажу что эта программа так как это FF-MPEG это не означает что она работает только с МКВ формат абсолютно любой абсолютно любой какой поддерживает FF-MPEG это без разницы главное чтобы сам формат поддерживал склейку потому что есть там специальные видеоформаты которые не умеют склеиваться но MP4 умеет MP4 умеет так значит 43 гигабайта видео вот я сейчас просматривать не буду их опять лишь таки не буду тратить ваше время понятное дело просто беру 43 гигабайта вот просто перекидываю вот сюда а еще еще момент я хотел показать диспетчер задач вот возьмем диспетчер задач включим производительность вы знаете что многие многие диспетчер многие конвектора жрут либо процессор либо если вы правильно его настроили жрут видеокарту допустим у меня 8 гиговая видеокарта вот сейчас она нагружена на 83% но это неправда это идет запись через видеокарту поэтому загружена часть на 84% только та которая отвечает за запись видео на производительность игры это не влияет вот но нагревает конечно тоже неплохо поэтому просто у меня мой 8 ядерник тоже в принципе нормально все чухает старенький старенький 8 ядерник fx вот вот на 4 гигагерца вот короче будем просто показывать то есть не смотрите сейчас что у меня нагружена видеокарта вот ну я конечно включу но на самом деле тут видео энкодер видите там типа того то есть другие не нагружаются моменты я оставлю это все понятное дело так вот как-то хочу попробовать это все аккуратненько сместить чтобы было видно все вторая видеокарта у меня слабая она у меня сделана только для того чтобы второй монитор подключить вот и значит так засекаем засекаем начать файлы беру перетаскиваю нажимаю старт вот у меня сейчас во втором окне там пошли всякие цифры понятное дело нагрузку на видеокарту либо на процессор я не замечаю да пошли нагрузки на диск начали диск D на который пишем и диск H с которого пишем начали загружаться скорость зависит исключительно от скорости диска вашего то есть если вы пишете с SSD на SSD вот то у вас будет все предельно хорошо вот что касательно видеоядра ну тут опять же таки ничего не поменялось только вот как-то так а диски вот начали прям жестко считывать записывать вот я у себя тут во втором окошке открою командную строку посмотрю как что там происходит я в дальнейшем ну да там идет файл один за другим присоединяется файлов там много я когда-нибудь добавлю здесь еще функцию опять же таки чтобы информация выводилась чтобы вам не казалось что программа зависла и навсегда кстати я тестировал я программу развисал и на самом деле у меня сейчас опять же таки работает пайчарм вот ffmpeg основная нагрузка именно на него вот мы кстати увидим когда значит закончится запись во-первых у нас не будет написано не отвечает у нас отвалится кнопочка старт на который у нас сейчас приварилась вот уже две минуты копируется и у нас в диспетчере перестанут нагружаться диски то есть во время склейки как я уже рассказал не загружается процессор и видеокарта или видеокарта у кого как настроена в отличие от того же самого адоп премьер про или sony vegas про в котором если ты конвектируешь если ты настроил неправильно то у тебя нагружается процесс если у тебя мощная видеокарта и ты настроил правильно то нагружается видеокарта и тогда конечно конвектирование происходит быстрее вот то есть по моему функционалу то что мне нужно программа работает просто идеально мне даже формально не нужны вот эти штуки короче типа ап дел даун потому что я вижу четко как оно тут расположено вот четко так как должно быть вот четко по циферкам единственное кстати файлик тут называется не совсем правильно тут пробел должен быть но с пробелом не работает вот поэтому я пробел заменил на нижнее подчеркивание так три минуты уже записывает у меня у меня у меня тут есть ssd было бы конечно интересно с ssd на ssd перекинуть 40 гигабайт но у меня там по-моему ssd заполненные практически полностью все а если еще какой-нибудь m2 на pci express вот то там вообще скорости бешеные будут возможно видео будет склеиваться меньше чем за минуту я замерял вообще у меня было 40 гигабайт за 6 минут склеились сейчас я специально не буду пропускать ничего пускают как есть так и идет чтоб четко было видно что все хорошо должно быть в итоге 43 гигабайта так уже 4 минуты более того как вы сами видели я учитывал даже то время когда я влаживал файлы туда скажем так я сильно сомневаюсь что avidamix работал бы быстрее и если вы ну вам я рекомендую avidamix безусловно и потому что скорее всего вы пользуетесь крайне редко склещиками допустим там раз в неделю там в неделю раз в месяц что-то склеить ну два раза в месяц что-то склеить какое-то видео вот в принципе оно как бы не важно кстати я не уверен но возможно тут даже можно и фотографии склеивать но там может программа склеить но она не будет работать нормально видео потому потому надо ставить еще параметры типа delay короче ну типа сколько показывать фотки типа не коллаж а слайд-шоу типа такое вот будет фотки показывать по очереди так уже пять минут чуть больше вот так у меня там уже показано что довольно-таки до хера файлов склеилось считать я конечно не буду ну да было бы конечно очень замечательно в этой программке еще добавить ну она у меня пока видите такая маленькая компактная я специально сделал ее маленькой компактной мне не нравится виды микс то что он большой блин особенно если ты загружаешь видео он еще увеличивается в размере блин вот а здесь все маленькое компактненькое и опять же таки я бы конечно во первых исправил бы бак чтобы программа не зависала а работала параллельно во вторых я бы сюда вывел где-нибудь где-нибудь вывел бы экранчик которым бы выводилась бы информация как раз таки из командной строки о том что отвечает этой программе ffmpeg что он говорит вот 6 минут с половиной уже блин долго ну я думаю минут 10 ой минут 7 должно склеивать скажем так какой-нибудь о все 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 стоп 6 минут 46 секунд 43 гигабайта склеивалось опять же таки цифра может меняться в зависимости от скорости дисков вот то есть на процессор и на видеокарту это особо никак не влияло это влияло только на диски насколько если у вас диски загружены вот то будет конечно печально может у вас что-то запущено так файл весит 43 гигабайта ровно собственно как и сумма в тех которых я выделил 43 гигабайта ровно хоть бери сейчас вылаживаю интернет я влаживать не буду потому что я скажем так эти видео не смотрел и мне что-то кажется что вот эти два видео нежелательно разделять вот скорее всего ограничиться у меня либо этим ну то есть надо там послушать на самом деле я записывал нон-стопом без начала и конца потому что ну это игра одна из тех как я уже рассказывал которые ты можешь проиграть несколько недель в одну партию вот даже возможно пару месяцев ты можешь в нее поиграть как в x3 как и в некоторые партии цивилизации я играл там тоже несколько дней каждый день там часика по два по три вот бывает по часику вот в общем как получится вот такая вот программулинка вот я планирую конечно эту программу поделиться с другими людьми почему бы не пользовались бы другие люди в общем-то бесплатно наверное пока что может навсегда может какой-то платный функционал добавлю вот но скорее всего база будет примерно вот это вот все будет бесплатно вот может быть там без этих кнопок не знаю вот и она будет вполне реально работать и возможно оставлю где-нибудь свои реквизиты вот чтобы тем кому реально эта программа помогла ну надеюсь как мне потому что мне она капец помогает экономит просто тысячи блин тысячи тысячи ну как бы десятки минут а то и часы времени как бы каждую неделю меня она экономит прям вообще жестко экономит так что ну тут четко все видно четко все понятно и блин очень быстро все соединяет если она кому-то поможет то надеюсь человек если он не из бедной семьи да то может даже что-нибудь скинет мне в благодарность не знаю какую-нибудь копеечку вот что как для разработчиков программного обеспечения как бы очень хорошо очень хорошо хотя как я уже сказал программу я сделал для себя абсолютно бескорыстно вот и тут как бы грех не поделиться с людьми потому что ну я бы ее я же ее не для продажи делал для себя почему я буду ее продавать прям вот надо будет только придумать как тут правильно все залицензировать вот чтобы никто и не присвоил себе не знаю как это работает а может и хер на нее не сказал бы что много времени потратил на нее ладно ребят собственно все наверное спасибо за просмотр вот ссылочку я скину кому нужна программка пользуйтесь всем пока и спасибо за просмотр а и да ребят конечно да не договорил чуть-чуть во-первых представьте как долго бы на sony vegas и adobe premier 40 гигабайт бы конвектировалась это не час не два возможно часов 10 на некоторых компьютерах вы бы конвектировали бы видео собирали его в одну кучку просто соединили без потери качества 10 часов я думаю вполне реально на слабых компах вот на сильных компах профессиональных конечно это все было бы быстрее однозначно вот и а здесь видите вот как-то намного быстрее еще на премьере и на sony vegas очень сложно оценить свои ошибки тоже опять же таки потому что файл который в результате получился он скажем так отличается по мегабайтам от того что было до от суммы файлов исходников вот поэтому перепроверить себя крайне сложно здесь же ты не перепроверяешь более того обратите внимание что получается когда ты записываешь видео у тебя получается идет уже кодирование видео потом ты его конвектируешь собственно склеиваешь в каком премьере у тебя опять перекодирование видео качество чуть-чуть изменится какие-то пиксели между собой да и слипнутся вот даже если не меняешь качество потом youtube еще после тебя будет конвектировать короче это еще раз третий раз ну там уже живого ничего не остается качество как бы вроде бы видно что что снято но такое вот если всего лишь ты снял и выложил в интернет уже лучше в принципе ничего не меняется абсолютно тоже так что вывод очевиден нужно клеить более того скажешь ну надо же какие-то все-таки я люблю всякие превьюшечки музыку вставить какую-то рекламу хочет туда вставлять ну так отсними ее отдельно в том же формате в таком самом мкв и просто вклеивай ее в середину вот да конкретно эта программа не умеет разрезать файлы потому что она не сделана для того чтобы разрезать файлы может быть я такой функционал вставлю чтобы разрезать я вам скажу что допустим вот эта программа умеет разрезать допустим если я хочу этот файл полезать я его открываю и могу его разрезать ну то есть mp4 джейнер он в принципе разрезает прикольно я могу взять отрезать тут начало конец там как-то я не знаю я не пользовался но не пользовался но очень давно можно отрезать и так далее разделил на две части либо между видео просто вставляешь рекламу допустим сюда вот взял допустим это ваша реклама нет это слишком большая вот какая-нибудь вот это ваша реклама hop вставил но она конечно на низ кинулась да по моему да ну и вставил просто между теми файлами которые тебе нужно вот допустим это превьюшка поставил я просто начало все типа там такой вот здесь тоже самое вот можно вставлять между видео можно вставлять до видео можно как угодно вот все на этом все точно пока